Тема сегодняшнего эфира, как перестать быть ловушкой для негатива, как перестать быть человеком, который притягивает к себе всякие негативные ситуации и человеком, который в этих ситуациях пытается жить. Вы знаете, можно говорить, конечно, что нет, сейчас все такие осознанные, такие все прекрасные, вранье, а еще лучше скажу, брехня. Опять-таки, с огромным количеством людей соприкасаюсь every day, и, видите, час английского языка сделал свое дело сегодня. Я стала, воспользовалась этими гениальными словами, чудо-фразой. Дело в том, что я сейчас очень много соприкасаюсь с новой аудиторией и вижу, как люди начинают наше знакомство со слов «вранье», это же интернет, это опять обман. Знаете, вот как вы подходите, там, поздороваться с человеком, он говорит «опять обман, вранье». Ты такой, приятно познакомиться, Оля. Вот приблизительно так это все и происходит, и я вижу, что действительно огромное количество людей настроено по-прежнему на то, что вранье, обман, ужас и кошмар – это любимейшие слова. И у меня есть много замечательных людей, которые употребляют слово «ужас», причем делают это регулярно, употребляют слово «капец, вообще, как это возможно пережить?» и, в общем, мы говорят о том, что, ну да, вы держитесь. Вот, вы держитесь, очень сложно, и я всегда боюсь даже говорить своим каким-то знакомым, ну, например, там, притерла машину, или там, ну, что-то такое произошло, ну, просто, ну, бытовая штука, ну, обычная. И человек сразу «а-а-а-а-а-а-а-а-а». Ваша мама так делала? Когда вы в другой комнате, и вдруг слышите «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». И вы думаете, все, ёпси, мир рухнул, короче, самые ужасные фразы, у вас все так застреет, вот так прямо в душе вашей, а оказывается просто там, ну что-то там, не знаю, булавка упала, кот пробежал, и вот у людей вот такая просто истерическая реакция на жизнь. Я хочу сегодня с вами об этом поговорить. Поговорить с вами, кстати, об этом серьезно, потому что, несмотря на то, что я любительница поржать, как уже заметно, ржу я только потому, что иначе нужно плакать. И именно поэтому я хочу, чтобы вы понимали серьезность того, что я говорю, потому что я не устану вам повторять, что ваша реакция на жизнь, ваши мысли определяют вашу реальность. И все то, что в вашей жизни доминирует по эмоциям, это в вашей жизни и происходит. Ну, например, многие люди говорят мне, Оль, я делаю регулярно ваши денежные медитации, я думаю о деньгах позитивно, я проговариваю тексты, почему у меня с деньгами хуже. Это популярная история. А я говорю, вот вы знаете, вы, я все время привожу этот пример со своей подружкой, которая не могла понять искренне, почему она не худеет, целый день что-то поедая, очень калорийное. И она считала, что все это не калорийное. Вот она считала, что лата – это не калорийно, мюсли – это не калорийно. И вот мы все время с ней куда-то заезжали, там мы работали вместе много, и она все время ела что-то, и она опять, я говорила, ну не хотела ей говорить, я не очень люблю лазить в чужие, влезать, точнее, в дела с едой чужие. Потому что я терпеть не могу, когда мне начинает мой муж говорить, не много ли ты ешь, и мне его хочется в этот момент просто убить. Вот, поэтому он так не делает, он уже знает, что это мое личное дело, сколько я ем. Вот, только мое дело еще сколько он ест, вот я в его дело лезу. Так вот здесь такая же история. Вам всем кажется, что вы своей жизнью прекрасно управляете, вам всем кажется, что вы думаете, например, о деньгах хорошо, о людях хорошо, о себе хорошо. Но каким-то очень странным образом, почему-то, вы еще не понимаете, почему, у вас в жизни что-то не то. Вот вы должны понимать, что странности здесь, блин, нет. Вот просто запомните это. Вранье ваше есть, иллюзия ваша есть, а странности нет. Потому что жизнь ваша это зеркало, зеркало вашего внутреннего состояния очень четко, которое очень четко все отображает. И поэтому, когда вы говорите, что у вас типа с деньгами все классно в голове, а в кошельке нет, то это вранье. Вы себе где-то нагло-нагло привираете. И история про ловушку с негативом, когда люди говорят постоянно, что они не могут вылезти из череды проблем, но они стараются, это тоже такая же история. Потому что череда проблем – это то, что вы транслируете. И уж простите меня, если вы любитель пообсуждать всякое говнишко, если вы любитель постоянно переживать, париться, если общение ваше большую часть времени занимают люди, с которыми вы перемываете кому-то кости, с которыми вы обсуждаете, как тяжело, как сложно. И главное, боитесь, даже если ничего не говорите вслух, но боитесь, что в принципе естественно для человека, что не будет денег, что вы расстанетесь с этим мужчиной или женщиной, не найдете себе другого. Вы всем этим все и создаете. Но как сложно, скажете вы и будете правы. Действительно. Я бы не назвала жизнь очень простой в этом контексте. Но представьте себе, кем бы мы были и какими мы были бы людьми, примитивными созданиями, если бы всего этого не было. Что бы еще заставляло нас в жизни трансформироваться и двигаться вперед? Ведь мы люди, в принципе, по природе свои достаточно ленивые существа. Давайте не будем друг другу врать. Я, например, одна из самых ленивых существ, которые я знаю. И сегодня, наверное, полдня Сережа об этом говорила, когда он меня заставлял то книгу переписать, то еще что-то, то еще что-то. Я ему говорю, ты понимаешь, я ленива и ленива, я не могу все это делать. Зачем ты меня заставляешь это делать? Он меня все заставлял и заставлял, и мне даже некогда было полениться. Так вот, к чему я вам все это говорю. Хотите вы или нет, но вам необходимо научиться фильтровать, что там живет в вашей голове. Я сегодня хочу напомнить несколько очень классных и простых техник. Почему напомнить? Потому что, во-первых, я знаю, что повторение – мать учения. Во-вторых, я по себе знаю, что слушаешь что-то в первый раз и не слышишь вообще. Помните, когда учите, вот я учу английский, и мне только что сказали, что обозначает это слово. Я даже его помнила, оно следующее стоит в предложении, и я опять его не помню. И я уже просто думаю, ну, господи, ну что же такое вообще? Ну, ну почему так? И вот так происходит в жизни частенечко. Вот вы смеетесь, да, по поводу того, что я ленивая, типа это смешно. Но это не смешно, это правда так и есть. Если бы у меня не было дисциплины и умения брать за яйца даже себя, то, собственно, ничего бы со мной не получилось. Я вам честно говорю, я могу реально зависнуть. Я могу зависнуть. Если бы я себя не могла спихнуть, я бы могла зависать, простите, на унитазе. Я могу, вот я вам честно скажу, я могу сесть на унитаз с телефоном и понять, что я не знаю, сколько времени я там нахожусь. Я уже не могу, простите за интимные подробности, встать. И я думаю, ну почему ты это делаешь на унитазе? Ну у тебя же есть кресло-мешок, диван, кровать. У тебя 215 квадратов, кроме унитаза. Почему ты там зависла? И вот такой я человек, и мне приходится с силой себя, с вот этими, знаете, коленками, которые все у тебя трясется, значит, оставить унитазу. Но мы этому посвятим другой эфир обязательно. Давайте продолжим. Итак, я сегодня хочу напомнить вам несколько крутых штук, которые вы должны помнить. Первое, главное, что вы должны понимать. Негатив и любая негативная история, в которую вы попадаете, которая вас тревожит, давайте не будем путать вот эту историю, типа там, врезался, например. Ну, вот я только что бахнула шлагбаум. Ну, потому что просто, блин, такая дурацкая была, вот так вот меня все обставили эти машины, мне надо было развернуться, проще было бахнуть шлагбаум, впереди был Бентли, я выбрала шлагбаум. Хотя, может быть, это и неправильный был выбор. Но ничего страшного не случилось ни со мной, ни с машиной, ни даже со шлагбаумом. Не надо каждую историю, знаете, вот из каждой заноски искать вот целое приключение. Нет, но бывает реально негативчик. Вот вы понимаете, что вы попали в колею, мы это чувствуем, да, обычно. Вот оно, ты понимаешь, что ты попал в эту речушку с говнюшкой, вот одно за другим, и ты уже такой начинаешь это наблюдать. Первое, вы должны понимать, что это никакая нахрен не случайность. Это не случайность, и если вы сейчас на это забьете, и, как говорится, отпустите ситуацию, то вы можете попасть в еще большую говнюшку. Поэтому здесь важно понять, что так, я встала в речку-вонючку, мне надо отсюда выбираться. Это первое, вы должны осознать. Здесь все очень просто. Разбираться нужно не со внешним миром, не выяснять, что там мир натворил, почему он вдруг стал вам закрывать двери. Нужно разбираться с собой. Это суперкрутая новость. Потому что, когда нужно искать виноватых, это все любят делать. Но это не позволяет вам решить вопрос. Это позволяет вам еще больше эту войну заварить. Только вы начинаете вступать в контакт с людьми, вот я вступила сегодня с курьером в контакт, как тут же он вас начинает лить говном, вы начинаете реагировать на это, и вот вы уже все в говне, это не решает ситуацию. Поэтому ее нужно пресечь, нужно взять срочно какой-то, знаете, инструмент, закупорку, ее закупорить, и дальше разобраться с собой. Почистить себя, понять, что если я сейчас любую ситуацию, в которую я попал, я начну раздувать, выяснять, кто прав, кто виноват, кто козел, доказывать, все, я в этом начну жить. Начнут ли жить этим другие люди? Вопрос. Может быть, да, может быть, нет, неважно. Я, мы включаем эгоизм, я буду этим жить. Вместо того, чтобы достигать свои планы, двигаться, становиться лучше, слушать Ермилову, я сейчас буду решать вопросы. Я не хочу решать вопросы этого уровня. Задайте себе вопрос, что будет, если вы решите этот вопрос. Вот как это улучшит вашу жизнь качественно, как это приблизит вас к цели. Если никак, значит, вам нужно это в себе закрыть. А дальше задать себе несколько вопросов. Первое, почему я попал в эту ситуацию? Второе, почему я так отреагировал на эту ситуацию? В-третьих, как я буду реагировать на это иначе? Как необходимо мне на это было реагировать? Решить эту ситуацию с самим собой и закрыть это. Вы знаете, вот часто бывают люди ссорятся, да, партнеры, например, ссорятся. Муж, жена, ну, парень, девушка, давайте, это понятный пример. Вот ссорятся между собой и не видятся, например, да, ну, вот не видятся. Два человека там в разных городах, например, живут. Вот они ссорятся постоянно. Он говорит, ты не уделяешь мне внимания. Она говорит, ты не уделяешь мне внимания. Он говорит, я стал чувствовать, что ты не так чувствуешь по отношению ко мне. Ты уже не столько мне пишешь или звонишь. Она говорит, это ты шляешься непонятно где. И вот между ними конфликт. Можно уже, эта ситуация может дойти до того, что вы решили расстаться. Вот, вот уже всё. Вот вы уже поняли, вы уже поняли, что это не ваш вообще человек, не ваш мужчина. Он уже понял, что вы не его женщина. Вы уже напридумывали себе кучу всего. И вот в какой-то момент он вам пишет, я тебя люблю. Прости меня, я такой дурак. Я тебя люблю, я хочу быть с тобой, извини меня. И ты говоришь, котёночек, я тебя тоже так люблю. Блин, прости меня. А помнишь, как мы с тобой ездили на море? Ой, да, класс. Мы просто с тобой давно не виделись. Правда, мы же соскучились друг по другу. Да. И вот у вас меняется ваше внутреннее состояние. И вы начинаете ему писать вечером. Котик, давай созвонимся. Вы созваниваетесь, мурчите там что-то друг к другу. Там шлёте какие-то фоточки. Там, я не знаю, занимаетесь сексом по интернету. И вот утром вы шлёте ему первым делом. Люблю, не могу. На омлетике рисуете его личико. И вот ничего не поменялось. Вы даже не виделись. По-прежнему ничего не изменилось, кроме вашего внутреннего. Но вы чувствуете, как себя. У вас снова прилив сил. Вы снова прекрасный. У вас снова классная жизнь. Вы сразу любите своего сотрудника, который вчера козли на вас бесил. Сегодня он уже хорошенький. Жизнь замечательная. Погодка прекрасный. Снежок валит. Дождик. Вообще хорошо. Это ваша любимая погода. Понимаете, о чём я говорю? Вы сейчас понимаете, о чём я говорю? О том, что наш внутренний мир влияет на нас. Влияет на нас. И это касается не только межличностных отношений, но и всего остального. Что наши взгляды и наши отношения и наша настройка на ситуацию определяет наше состояние. И что удивительно, но так это работает, я вам неоднократно говорила, что именно наша вибрация энергетическая, которая определяется эмоциональным состоянием, притягивает нашу жизнь в ситуации и обстоятельства, которые нам помогают. Либо в говнишке жить, либо наоборот расцветать. Вот вы понимаете, о чём я говорю? Вот когда вам всё или мило, или не мило, чёрные и белые полосы создаёте себе сами. Вы, причём своими реакциями. Наша реакция определяет не ситуация, а реакция. Потому что на любую ситуацию можно посмотреть под разными углами. И я хочу, чтобы вы понимали, что когда мы раздражены, уставшие, вот иногда бывает бытовая обычная усталость, заводит нас в такое состояние, что мы начинаем в своей жизни всё рушить и говорим «всё рушится». Са, рушится, вообще вот этот вот са, ся, да, обозначает «я делаю это сам». Оно не само по себе, это я делаю. И я хочу, чтобы вы понимали, что мы сами влияем на то, что, то есть мы управляем своей жизнью посредством своих эмоций. Просто наши команды, Вселенная выполняет именно посредством нашей энергетической вибрации, потому что, согласно квантовой теории, всё в мире есть энергия. И наша энергия меняется. И когда с вами что-то происходит, и вы устали, вы банальным образом начинаете на всё реагировать по-уставшему. Кричать, злиться, вопить. И как магнит к себе это притягивать. И становиться источником негатива самостоятельно. Вы притягиваете негатив или позитив, богатство или бедность, любовь или ненависть. То есть, только притягивайте то, чем вы сами сегодня владеете, то, что вы излучаете. Если вы полны сегодня ненависти, вы притягиваете её ещё больше в свою жизнь. Если вы полны любви, вы притягиваете её ещё больше. Помните эту фразу, которую говорят, я не знаю, мужчины, но женщины говорят в какой-то период, там, после расставания, переживания, она говорит, я готова к новым отношениям. Всё, я готова. Вот что это за фраза такая, да? Я готова. И в тот момент, когда это вот говорит моя подруга, я точно знаю, что сейчас начнутся какие-то новые фееричные отношения. Потому что она энергию свою для этого освободила. И когда человек говорит, что почему на меня валится ворох проблем, да потому что ты сам пылаешь этими проблемами. Каким образом это выглядит? Это выглядит именно, давайте я вам дам технику, которая мне очень нравится. Я хочу, чтобы мы её повторили. Я называю эту технику мясорубка. Помните мясорубка, её устройство? Давайте посмотрим практический вариант. У меня есть кусочек, как мы её соберём. У меня электромясорубка, но у меня собирается вот эта классная часть. Давайте её соберём. Замечательно. Смотрите. У нас есть вот такая фигня. Нож. Слово фигня у меня заменяет все слова, которые я не знаю, как назвать. И вот такая штука. Это на самом деле не имеет значения, но мы будем сейчас с вами... Вот так это выглядит, да. И тут ещё есть такой комбайник, который работает. Ну, либо её можно вот так крутить. Вот смотрите. Если я сюда сейчас положу кусок курицы, можем ли мы с вами предположить, что отсюда выйдет кусок ананаса? Ну, как бы в реальной, да? Ну, фокус-фокус такой не бывает. Что положили курицу, вышла ананас. Нет, не бывает. Если мы положим курицу, значит выйдет курица. Если мы с вами в наш живот... Вот представим себе, что мы мясорубка. Если мы положим много булочек в наш живот, то можем ли мы представить, что выйдут кубики на животе? Ну, могут, кубики жира, да? Кубики жира могут появиться на животе, если мы положим много булок. Если мы будем с вами, положим сюда, например, авокадо, куриную грудку, куриный белок, то у нас могут выйти кубики на животе. Понимаете, о чем я говорю? И в принципе, плюс-минус, мы с вами понимаем, чем мы закидываем в живот и что ждать. Не бывает такое, что вы обожрались торта и утром встали и рыдаете, что у вас нет кубиков. Типа, почему? Я же думала, что если я съем торт, то я буду стройной. Ну нет, вы это прекрасно понимаете. Но с мозгами-то вы не понимаете. Вы не понимаете, что наш мозг, он работает по такому же принципу, в принципе, как и мясорубка. Но работает каким образом? У нас вся наша еда, это еда мыслей. У каждой мысли есть эмоция, которая за этим стоит. Ну, например, вы думаете, мой любимый мальчик, и у вас какая эмоция радости, кайфа, удовольствия. Или вы думаете, там, например, блин, у меня кредит, у вас эмоция грусти. Вы не думаете, о, как здорово, что у меня кредит. Нет, вы думаете, ёб себе, бляха, у меня кредит, сука. Или там вы думаете о мужчине, не знаю, там, развод, да, о каком-то неприятном событии. Все это имеет два момента. Первый – позитивную вибрацию. Второй – позитивная вибрация называется высокая вибрация. И низкая вибрация – это то, что вас удручает. Все очень просто. Когда мы кладем с вами в мясорубку высокую вибрацию, радостное что-то, классное, мы с вами получаем на выходе тоже радостное. А прикол заключается в том, что мы с вами вот отсюда, у нас, представьте, идут лучики, которые притягивают как магнит. То есть мы с вами сюда что-то положили, оно выходит, и автоматически чудо-прибор притягивает к нам такое же. То есть мы сюда положили курицу, она выходит, и к нам еще больше куриц бежит. Понимаете? Вот так работают мысли. Не бывает такого, что вы такой типа человек очень радостный, замечательный, у вас все время в жизни все так круто, а вы сюда все кладете, а к вам говнишка бежит. Так не бывает. Для того, чтобы говнишка прибежала, вы должны говнишка сюда заложить. И если вы сюда кладете постоянно ссоры, страхи, обсуждение новостей, обсуждение проблем, тот болен раком, тот спидом, тот придурок, тот не платит денег, тот идиот, диван дешевый, стены дурацкие, к вам сюда не придет изобилие и богатство. Не придут. И потом вы такие, значит, все это положили, и читаете аффирмацию. Это похоже на то, как вы сожрали торт Наполеон, а потом такие. Ну кубики ж будут, я ж трес качаю. Все, кубики будут. Вы когда-нибудь смотрели на беговой дорожке или на этом, ой, господи, гребле? Калории. Когда вы уже сдохли на беговой дорожке, а там написано, что вы 40 килокалорий потеряли, вы сожираете шоколадку и получаете плюс 400. А на беговой дорожке вы идете уже 20 минут, а там 40 калорий. И вы понимаете, что вам, чтобы отработать одну шоколадку, надо еще полдня идти. То есть вы должны это осознавать, причинно-следственную связь. Вот такая же история здесь. Но вы считаете, что если вы проговариваете аффирмацию или говорите «Я позитивно мыслю», то эта волшебная фраза, о которой вы даже не очень понимаете, что она обозначает, она как бы, это знаете как, вот, это как едешь ты по дороге, такой едешь, едешь, и тут вдруг чел включает аварийку. И аварийка у нас отменяет все правила. Он может остановиться, парковаться посредине перекрестка, на повороте где. Он может образовать супер, блин, пробку, потому что он с аварийкой. Он же с аварийкой остановился. Какая разница, где он остановился? Аварийка отменяет все правила на дороге. Включайте аварийку и пиздуйте куда хотите. Прям вот вообще все можно, если ты с аварийкой, ты прям очень классный чел. Вот то же самое у нас. Если мы говорим «У меня позитивное мышление», то типа все, все, чик-чирик, я в домике, естественно. Очень странно, что со мной ничего в жизни не происходит. Вот вы должны очень четко осознавать, что вот эту всю вранью и байду рассказывайте себе сколько хотите. Только не надо удивляться, почему ваша жизнь по-прежнему похожа на говнюшню. Почему у вас по-прежнему огромное количество проблем. Потому что вы можете жрать в Америке, например, на многих пакетах со сладостями, и вообще с едой на чипсах. Написано «0 калорий». Клянусь. Вот такие пакеты стоят. Америка же вообще продается вот в таких пакетах вся. Там хрен найдешь чипсы маленькие. Нет, там если покупаешь чипсы, ты должен рост, вот пакет чипсов определяет твой рост. Биг, биг и биг. Там же люди даже ездят на машинках, потому что они жирные, они не могут ходить, и они ездят в супермаркетах на машинках. Впереди их корзина, чтобы сразу жрать можно было. Клянусь вам, там все сделано для того, чтобы ты был толстый. Но там написано везде «0 калорий». «0 калорий». Там не калорийная еда в Америке. Нет, это просто у них там генетическая проблема заболеваний. Там нет, там все здоровое, хелзи. «0 калорий». Там вообще мир и рай для стройных людей. Просто там по воздуху передается генетическое заболевание. Так вот, понимаете, и у нас здесь такое же генетическое заболевание передается на другом уровне. Я типа на самом деле «не-не, ты шо, я ничего плохого не думаю, это оно случайно со мной произошло». Так вот, люди, вы должны понимать, что то, что вы сюда положили, это вы сюда вытащили и это притянули. Закон притяжения таков, что вы, там огромное количество толстых людей, это правда. Таких толстых и так много я не видела нигде. Я ни в коем случае не ставлю марки на всех. Но тем не менее, я проживала месяц в Америке, когда и путешествовала по разным интересным там таких местечкам. Я насмотрелась на это, я была в шоке, просто в шоке. Я сама там начала кобылеть. Но не тут-то было, я так просто не сдамся. Так вот, давайте вернемся к этой теме. Я хочу, чтобы вы, кроме шуток, понимали устройство это и понимали, что вы являетесь магнитом или таким притягательным человеком, созданием, давайте так, для негатива только потому, что вы его сами отдаете. То есть вы не можете притягивать то, чего у вас нету. Если вы правильно питаетесь, вы не можете быть жирным. Ну, простите меня, вы можете рассказывать все, что угодно, вы можете придумывать там эти душевные все истории про крупную кость, там, здоровье. Врите себе сколько хотите. Тут, знаете, тут же вот я всегда обожаю, когда люди начинают доказывать. Жизнь сама все зеркалит. И когда вы начинаете правильно над собой работать, когда вы начинаете это делать, вы начинаете это замечать. Поэтому первым делом, что вам необходимо понять, вам нужно настроить фильтр. Вот эту решеточку, да, то есть давайте, боже, присти меня моя мясорубка. Нам нужна решеточка, через которую мы будем фильтровать. Мы должны, причем фильтровать, мы должны этот фильтр установить себе сами и сами начать понимать, что как только мы начинаем злиться, как только мы начинаем обсуждать какое-то говно, как только мы начинаем обсуждать плохие новости, как только мы начинаем с кем-то спорить, там, вот в таком, знаете, не имеющем смысле вещах, как только мы начинаем снижаться, и у нас внутри начинает подтрушивать, нам необходимо срочно остановиться. Срочно. В противном случае у нас это всё в мясорубочке опускается, и через решёточку начинает выходить. Как только оно выходит через решёточку, к нам сразу же ещё больше такого притягивается. Если в вашей жизни много негативных ситуаций и постоянно что-то протекает, это говорит о том, что это течёт из вас. Это говорит о том, что вы над собой пока не в состоянии работать. Первый уровень — это вообще понять, что с вами это происходит. Большинство людей живут и вообще об этом не знают. Они считают, что это естественное проявление их жизни, что все люди так же учат и закрывают двери. Смотри, какой муж у меня. Ты слушать должен. Они считают, что все так живут, что это есть нормально, и даже не задумываются от таких вещей. Просто не задумываются. То есть вот мало того, каждый человек живёт, если человек, например, живёт и принимает все проблемы как часть его жизни, то у него эта программа работает, мы называем, на подсознательном уровне. Давайте я не буду сегодня рассказывать тысячный раз, что такое сознание и подсознание, но подсознательный уровень — это такой постоянно работающий магнит. И вот сюда у него прицеплено, что жизнь — это сложно, и это вообще люди-козлы и так далее. И вот, соответственно, этой программой к нему притягиваются всё время люди-козлы. То есть, ну, и не только это, любая программа. То есть ему всё время притягиваются ситуации, которые доказывают и подтверждают его ключевую мысль, которая у него тут висит. Например, если он считает, что деньги достаются легко, то к нему всё время достаются деньги легко и подтверждают эту мысль. А если он считает, что люди все дураки, то он, ну вот, например, смотрите, человек, мужчина, не работает, жена ему говорит, почему ты не работаешь? Он говорит, меня не берут, сейчас такое время, всех посокращали, я нормально работал до этого ковида, ты видишь, что творится, я не хочу идти каким-то там работать водителем. Она говорит, слушай, ну, нам есть нечего, я одна работаю, я устала, иди хотя бы водителем. Он устраивается в службу такси. Недовольный такой, всё, ему там дают заказ, он приезжает на этот заказ и не может найти его пассажира. Он звонит пассажиру, говорит, ну, когда вы уже выйдете? Он говорит, да я уже вышел, но у таксиста скрытый номер. Ну, вот такое, знаете, вот бывает, скрытый номер. И вот пассажир три раза вышел, уже психанул, он опаздывает. Таксист непонятно, где его ждёт. Он звонит, таксист говорит, я вас жду здесь. Пассажир говорит, вас здесь нету. У них опять рассоединяется связь. И, короче, таксист говорит, да пошёл ты в жопу вообще, гондон. Он говорит, да сам ты гондон, я тебя жду. Он говорит, до свидания, я уехал. Он возвращается в службу такси. Служба такси ему говорит, ты что, вообще типа ненормальный? Ты что себя так ведёшь? Он говорит, да вы козлы, я за эти копейки ещё вот это буду так унижаться. Он приходит домой и говорит своей жене, всё, я был в такси, это был последний раз, когда я куда-то выходил. Я же тебе говорил, что все козлы, и за эти копейки я не собираюсь работать. Понимаете, да, о чём я говорю? И вот таким образом человек, исходя из того, что у него есть внутри, и создаёт свою реальность. И поскольку быть недовольным сильно легче, да, поскольку большинство людей к этому привыкает, и как я вам говорила в предыдущих эфирах, роль жертвы человека, который постоянно обвиняет в чём-то других, виноваты все, он один нормальный, а все виноваты, он же приехал за клиентом, он даже устроился на работу, но жену он же предупреждал, что не нужно на работу идти. Вот, жена виновата, она его отправила на работу, где его унизили. Клиент виноват, потому что он не мог его найти. Чё, сложно что ли его найти? Ну, подумаешь там, номер у него засекречен, что проблема что ли? Клиент виноват, служба такси виновата, клиентов дурацких находит. Вот, понимаете? И государство виновата, потому что ковид, мир виноват, потому что его уволили с этой работы, работа стала неперспективной, а он не знает, что делать. Он был рад, да не знает. То есть у такого человека на всё есть уже ответы. Он уже знает заранее всё, чего он хочет, какие у него цели, как он видит своё развитие, да никак. Я всегда задавалась раньше этим вопросом, пока поняла, точнее не поняла, ну поняла, не поняла, что эти люди, они другие. Ну, они, извините, одноклеточные. У них нету таких мыслей, у них нету целей, у них нету амбиции, у них такая другая задача. Я не понимаю этих людей. С таким человеком, как правило, ты вступаешь в конфликт, потому что ты его не понимаешь, а он тебя цепляет. И тебя может цеплять иногда только то, почему он к тебе пристал. То есть с такими людьми лучше всего не общаться вообще. Это бесполезная абсолютная история. Самым отвратненьким, что я считаю, бывает, это то, когда ты этого человека раньше не замечал. То есть это означает, что ты где-то был на него похож, у вас скрещивались интересы, вы каким-то образом общались. И вот в какой-то момент ты начал меняться и понял, что тебе с этим человеком вообще не о чём говорить. И это очень страшно, если это оказался твой партнёр, человек, с которым ты там спишь и просыпаешься. Вот это реально стрёмно. Потому что, во-первых, стрёмно, как это я такой был. Это как, знаете, из фильма ужаса, когда ты поняли, что ты теперь больше не муха, а человек, или наоборот, не человеком муха. И это начинает стримать, потому что рядом с тобой находится человек, которого ты не знаешь, не понимаешь и не сильно хочешь понимать. И, как вы понимаете, не всегда расставания с неадекватным человеком бывают нормальными. Но это другая история. Я хочу, чтобы вы осознали, что мы являемся... Простите, моя посудовая вечерка. Господи, как жить в идеальном доме? Мы являемся с вами причиной всего, что с нами происходит. Мы являемся причиной всего, что с нами происходит. Наш мозг, вот тут у нас такая есть из виленка, она за всё отвечает. И мы должны ей пользоваться. Она у нас есть, этот винтик, просто спрятана под волосами, не видно. Но я хочу, чтобы вы убрали волосы там и где-то её нашли. Она бывает. И вы осознали, что до тех пор, пока вы не начнёте настраивать свой фильтр, до тех пор, пока вы об этом не задумываетесь, жизнь будет с вами случаться как бы сама по себе. Но на самом деле это не так. Случаем мы её сами. Просто неосознанно. Мы как ребёнок, которого посадили за такую игрушку, машинку. И он ведёт эту машинку, он думает, что это понарошку. Он уверен. А на самом деле это по-настоящему. И вот мы свою жизнь с вами просто такие финты из неё лупим. Просто потому, что нам кажется, что мы ничем не управляем и мы сидим в симуляторе. Но это не так. Мы не в симуляторе. Понимаете, почему я вас всё время призываю научиться управлять своей реальностью? Потому что вы ей и так управляете. Это не означает, что вы сейчас ей не управляете. Вы её управляете, и поэтому то, что у вас сейчас есть, это результат того, что вы науправляли. Понимаете, прикол в том, что мы всё равно за рулём. Что есть иллюзия, что мы ничем не управляем, но это не так. Просто мы управляем абсолютно неосознанно, не понимая. Это вот простой пример, как с едой. Вы когда ребёнок, вы не понимаете, что вы едите. Вы едите то, что вам нравится. Если вам повезёт с родителями, то родители вас научат. А если не повезёт, то очень часто мы видим, что мы видим на пляже. Когда, например, мама бывает, простите, огромная, и ребёнок огромный. Но что меня больше поражает, когда мама красивая и стройная, а девочка 12 лет, два раза больше её с ожирением. Это вообще для меня неясная картина. Но история про то, что ребёнок не понимает взаимосвязи. И если мама с папой не объясняют, не направляют, то из ребёнка получается то, что получается. И все считают, что это типа нормально. Опять-таки неправда. Так вот, в жизни вы должны осознать, что каждый день любая ваша мысль, любое ваше решение, всё, что вы делаете, это всё является и определяет вашу реальность. Но когда вы этого не знаете, вы как тот ребёнок, который впихает в себя разные продукты, и с вами что-то получается. У кого-то получается более удачно. Но знаете, у него хорошие примеры перед глазами. Это же тоже важно. В холодильнике правильный набор продуктов, какие-то правильные мысли вокруг. А у кого-то хуже. У кого-то нету этих примеров. Кто-то обращает внимание совершенно на другие вещи. И в результате оказывается продавцом в магазине даже не сельпо, а в каком-то АТБ за копеечку. И сидит, и целый день делает бип-бип-бип-бип. Это выбор каждого. Но я хочу, чтобы вы понимали, что если вы оказались в сельпо продавцом, то вы там оказались по собственному выбору. Если вы сейчас трезво говорите мне, Оля, мне нравится это, это чудесно. Я ничего не имею против продавцов. Но если вы жалуетесь всё время на свою жизнь и говорите, что вас судьба туда закинула, то я вам хочу, чтобы вы знали, это не судьба, это вы. Это вы сами это сделали. Потому что вы не то слушаете, не то читаете, не о том думаете. Вот вы это и получаете. Вот и всё. Так, странное ощущение, осознанное после рерайтера, но у меня ощущение, что я зациклена на силе мысленно, я всё равно не живу этим, а только делаю вид. Это очень правильное ощущение, я вам хочу сказать. И я частенько сталкиваюсь и с собой, и со своим супругом, когда ловлю нас на каких-то вещах и говорю ему всё время, Серёжа, если мы делаем практики, но в реальной жизни, на жизненном экзамене начинаем вести себя иначе, значит мы хуёво делаем эти практики. Это очень классно, когда мы ловим себя на этом, понимаете. Вот есть люди, они умники по жизни, а они ни черта не делают. У меня бывает такое, я сбрасываю цитату, и человек прям сидит и тут же мне отвечает, с какой книжки, то ли он её гуглит, то ли ещё. И я хочу сказать, человек-энциклопедия, а как тебе в жизни живётся, тебе это помогает? Я понимаю, что если бы этот человек был осознанным и жил бы этим правилом, он бы точно мне такое не писал и не отвечал. Какую роль ты хочешь сыграть в этой жизни? Жизнь-энциклопедии, типа я всё знаю. Ещё раз, знать и делать, это разные вещи. И я ни в коем случае не говорю вам о том, что я тут бугиня, святая. Нет, ребят, я тоже иду вместе с вами, точно так же телепаю, точно так же ошибаюсь, точно так же наблюдаю за собой. Единственное, что может быть меня отличает от большинства, я делаю это каждый день. Я делаю каждый день все свои практики, я каждый день это осознаю, и ещё мне сильно повезло, потому что я живу с мужчиной, который пытается делать то же самое. И мы можем друг друга направлять в какие-то моменты, поражать друг с другом, когда мы ловим, знаете, друг друга в какой-то агонии, мы, значит, такие типа «ммм, как интересненько, значит, давай об этом поговорим». Это трансформационный период, мы вряд ли станем с вами святыми Будду, и не знаю, стоит ли к этому стремиться. Но то, что мы уже это осознаём, пробуем, пытаемся, хотим и что-то делаем, это уже мега круто, потому что даже это, даже этот процент, 2 или 10, которые мы запускаем, уже дают крутые результаты. Я не знаю людей, которые бы начали работать над собой, и которые бы не заметили результатов, которые с ними происходят, не знаю. То, что иногда мы делаем что-то для галочки, то, что иногда мы устаем, безусловно, но именно поэтому так важно сообщество людей, именно поэтому я призываю в рерайтере жизни, в клубе работать группами своими, потому что я уже знаю ребят, которые практически год у меня работают, и они созваниваются по-прежнему в неделю, там, один или два раза регулярно, потому что это очень важно. Поддержка людей очень важна. Жизнь разная, разные периоды, наши с вами собственные периоды, что-то у нас происходит, так или иначе жизнь все равно нам что-то подмешивает, мы развиваемся с вами через сложности, потому что преодолевая себя, преодолевая какие-то задачи, мы можем развиваться. Ну, это как, знаете, вот в школе, да, научился читать и писать, и типа, ну, а что еще нужно? Но нам все время что-то подбрасывают, логическое мышление развивают, такое, хитрость развивают, как сдать экзамен на пять, при этом его не читая, как вытащить билет, который ты не учил, и рассказать учителю что-то другое, но чтобы ему понравилось, и поставить оценку, и так далее. Поэтому, какие качества мы в себе развиваем, это следующий вопрос. Вот я, честно говоря, самое ключевое, например, когда пара детей мне начинает спрашивать, когда они делают уроки, когда они, я говорю, вот смотрите, дети, какая мне разница, когда они делают уроки, ну, по большому счету, имеет ли значение, что они там делают. Вопрос в том, могут ли они коммуницировать и находить себя таким образом в отношениях с учителем, со школой, со всей этой коммуникацией образовательной, чтобы им было классно, они получали те оценки, эмоции, или ощущения, которые им важны, и развивались при этом в жизни. Мы все с вами учились в школе, правда, многие даже учились в институте, и все помним, что и разные учителя, и разные предметы, и наши разные уровни знаний, но тем не менее, никто из нас по-прежнему не остался в школе, никого из нас не выгнали, правда, мы находили все каким-то образом, каждый, кто как мог, кто-то через жалость, кто-то через напор, кто-то через какие-то другие вещи, в этом есть фишка, в том, чтобы вы научились проявляться, вы научились в этой жизни находить свою манеру вождения. У меня недавно очень классный такой пример родился, знаете, я вспомнила себя на дороге водителем, когда я только начала водить, это было порядка 14 лет назад, я помню, когда я выехала на дорогу, мне показалось, что все водители сговорились на дороге, они знали, что я выйду, какая у меня машина, мой номер, и они все не хотели меня на дорогу пускать, они все сговорились, что вот меня нужно подрезать, не пропускать, значит, вот все абсолютно, я когда ехала, я просто помню, как я однажды встала, у меня платье было все мокрое, просто мокрое, потому что это был какой-то трешняк, я понимала, что они меня все режут, все на меня лезут, все, я разговаривала с каждой машиной, значит, когда я ехала и говорила, ну куда ты едешь, ну ты что, ну, я просто встала, помню, вот такие у меня были глаза, я же еще поехала через весь город, знаете, такая женщина взрослая, через центр, короче, везде, где мне сказали не ехать, я поехала, сказали не ехать ночью, я подумала, ну мне же надо когда-то ночью научиться, и еще дождь пошел, а я не знала, как, что делать, чтобы окна не потели, и вот, значит, я приезжаю, мокрая, в прямом и в переносном смысле, понимаю, что все против меня, и думаю, блядь, как мне вообще ездить дальше, это же они, они точно передают все друг другу по рациям, а сейчас я знаю, что это уже они, квантовая физика им помогала, они передают друг другу, что Ермилова на дороге, я еще Ермиловой не была, будущая Ермилова на дороге, всем блокировать, всем постам все блокировать, я помню, как я думала, так, буду ездить только в правом ряду, потом поняла, что в правом там пиздос, там все такие, как я, надо ездить в левом, перестроилась в левый ряд, потом поняла, что надо, значит, что перестроиться, надо ждать, чтобы тебе освободили метров 10, и ты тогда спокойно перестроишься, потом поняла, что ни хрена, никто 10 метров тебе не освободит, надо просто нагло выкручивать руль, чтобы они думали, что я сумасшедшая дура на дороге, и просто оставляли мне место, чтобы со мной не связываться, у меня было много стратегий, до тех пор, пока не выработалась своя, и сейчас, когда я приезжаю на дорогу, я очень часто к своему стыду не помню, как я доехала, что там, какие были светофоры, знаки, машины, я просто уверенно чухаю по дороге, иногда к стыду своему веду эфиры, записываю видео, и, в общем, не понимаю до конца, как все это устроено, это на автомате, стратегия выработалась сама по себе, вот в жизни все точно так же, если вы определяете, что вы садитесь за руль своего жизненного автомобиля, и знаете, куда вы чухаете, как бы страшно вам вначале не было, как бы вы не думали, господи, как оградиться от всех этих негативных людей, негативных мыслей, как думать это позитивно, как не общаться с уродами, как себя постоянно настраивать, как делать эти практики, как, если у вас есть такая цель, то вначале вы будете вот таким шуганным водителем, но потом вы просто станете в поток и перестанете замечать, есть ли сейчас вокруг меня водителей дурацкие, полно, есть ли люди в этих машинах, с которыми бы я никогда не хотела пересечься где-то и пообщаться, однозначно, но на дороге мы все находим друг для друга место, дорогие машины, дешевые машины, умные люди, тупые люди, те, которые нравятся мне, те, которые мне не нравятся, мы там все, мы друг друга не убиваем, заметьте, мы существуем, каждый из нас думает о другом что-то свое, да, кто-то думает, о боже, на белом Порше, баба, дура, а кто-то наоборот, ну какая молодец девка, у каждого из нас есть свое, и тем не менее мы научились существовать, просто я выбрала, в какой я хочу ездить в машине, какой я хочу быть, каким я хочу быть водителем, и так далее, и каждый тоже сделал свой выбор, и мы все вместе плывем в этой жизни, кто-то счастливый, счастливый, кто-то счастлив, хотел сказать, кто-то счастливый и довольный, кто-то не очень, каждый из нас делает выбор, я всегда знал, что я хочу себе Порш Каев, а кто-то хотел себе просто машину, а кто-то по-прежнему говорит о том, что машина это дорого, все начинается с ваших мыслей, я хочу, чтобы вы это понимали, я хочу, чтобы вы не жаловались и не говорили, что этому повезло, а почему с этим, вы не решите эту задачу, почему повезло, почему у него, не важно, почему у него, важно, почему у вас сейчас так, важно, почему вы позволили себе быть тем человеком, который вы есть, вне зависимости от того, что вам в себе нравится, а что нет, однозначно у каждого из вас есть абсолютно все для того, чтобы достичь самых высоких высот, дали ли вы себе такое разрешение, открыли ли вы себя, почистили, провели ли вы в себе генеральную уборку и убрали всю пыль, паутину, страхи и прочие злостные, как правило, защитные механизмы, которые не разрешают вам это получать, вопрос у меня только в этом, я хочу, чтобы вы это осознали, нету людей плохих и хороших, есть просто те, которые встали на рельсы самопознания, саморазвития и начали желать, хотеть идти вперед, и есть те, которые нашли тысячу причин, почему они не хотят этого делать, и почему-то эти тысячи причин начинаются с обвинений, очень часто, когда ты протягиваешь человеку руку, он не просто ее не принимает, он у нее начинает плевать, и это то, что поражает, просто поражает, вы делаете свой жизненный выбор, я хочу, чтобы вы это понимали, во всем абсолютно, и когда у вас внутри идет мусор, злость, агрессия, усталость, усталость идет из-за этой агрессии, вы сами от нее устаете, вы не в состоянии что-то поменять к лучшему, вам нужно понять, что все начинается с уборки, вы не можете дома поставить красивый букет, если у вас повсюду, извините, нагадил кот, собака, все перевернуто, ваш красивый букет никто не увидит, и вы не захотите его ставить, вы его не увидите, я очень хочу, чтобы вы это осознавали, и чтобы перед тем, как находить тысячи причин, почему вы не можете, вы ответили себе на один вопрос, а какая причина есть для того, чтобы я смог, я захотел, вот люди говорят, ой, это все мотивация, тупые слова, я не знаю, за что вы не любите мотивацию, вам ведь ее и не хватает, потому что, если бы для вас вы могли свой внутренний очаг мотивации разжечь, у вас бы не было злости, проблем, те, которые есть, моя мотивация горит во мне каждый день, я благодарна за этот подарок, который я получила с рождения, потому что у меня никогда не было проблем с мотивацией, у меня были недоразвитые мозги, у меня не хватало мудрости, у меня не хватало опыта, у меня не хватало окружения, у меня всегда была мотивация это получить, и это то, что меня всегда вело и продолжает вести, да, были разные моменты, конечно же, мы переживаем в своей жизни, я переживала и тщеславие, и гордыню, многие вещи, но это нас формирует, и я благодарна тому, что это было, но я хочу, чтобы вы сейчас меня услышали, не существует возраста, когда рано или поздно этим заняться, не существует причин этого не делать, нету таких причин, ваша жизнь проходит каждый день, хотите вы этого или нет, ваши дни чем-то наполнены, и поверьте, большая часть времени это время, которое не создает вас, это время, которое вы проматываете, как в фильме, на пульте управления, я хочу, чтобы вы поняли, что нет ничего интереснее и важнее в жизни собственного развития, понимания того, кто ты, как это все устроено, да, я понимаю, мне тоже, знаете, я когда заходила раньше в какие-то магазины, открывала какие-то книжки, начинались какие-то сложные речи, и ты думала, господи, ну это все не для меня, мне надо срочно решать, что-то делать, в моем понимании сегодня и то, чем я занимаюсь, это очень прикладная вещь к современной жизни, к моей нынешней сумасшедшей, очень активной жизни, у меня действительно она мега активная, и я была бы очень ленивой, но я родила себе двоих детей, я родила себе рерайтер жизни, у меня есть любимый муж, у меня так всего много, что мне просто некогда быть ленивой, но если бы этого всего не было, я бы не встала с дивана, честно, я бы жрала бы и лежала бы, и все, но у меня вот эта мотивация, эти все люди, и все, мне некогда, просто некогда, я хочу, чтобы вы захотели развиваться, поэтому я даю вам столько эфиров, я даю вам столько информации, но я хочу вас структурированно поэтому проводить, поэтому я провожу свои мастер-классы. Кстати, давайте к слову, у меня будет 5, 5, у меня будет 1 марта мастер-класс, который называется «Управление реальностью. 10 шагов к вашей новой жизни». Я вас всех приглашаю, все, кто, если вы до рерайтера жизни никак не можете дойти, дойдите, там цена 5 долларов целых, вот, это систематический, неправильно, системный мастер-класс. Вы должны понимать, что прямые эфиры я не могу сделать системными, я могу дать какую-то информацию. Система подразумевает, что есть некие шаги, которые вы можете выполнять для того, чтобы приготовить блюдо, понимаете? Я вам сейчас рассказываю про ингредиенты блюда, про то, какое оно вкусное, про то, как замечательно его иметь в рационе, но у меня нету здесь достаточно времени и возможности для того, чтобы его приготовить. На мастер-классе мы его готовим. Я уверена, что у каждого из вас есть 5 баксов для того, чтобы прийти. У меня вчера девушка написала, я смотрю ваши эфиры, я готова вам за каждый платить, поэтому за мастер-класс я не читаю программу, плачу молча. Эта история не про это. Я делаю эти мастер-классы в том числе для того, чтобы дать вам возможность те, кто опять-таки не пришел, не может прийти по каким-то причинам или еще не готов прийти на рерайтер, чтобы вы посмотрели, что такое системная работа со мной. Потому что, безусловно, для нас всегда наш учитель и наставник очень важен. Мы часто слышим, как математику, преподает 5 преподавателей в школе, но с одним она тебе заходит, а с четырьмя не заходит. Здесь такая же история. В жизни очень важно найти своего проводника, человека, который тебя может провести и сделать вот как-то с тобой, раз ты прошел и что-то не понял, как это произошло, но тебе понравилось. У меня есть такие тренеры, благодаря которым я полюбила спорт, есть кто-то, благодаря кому я полюбила английский язык. Это важный такой нюанс. Поэтому я вас тоже приглашаю обязательно. У меня есть ссылочка в профиле стоит, в инстаграме, в сторис есть. Приходите, это будет интересно и познавательно. По крайней мере, мы там с вами часика 3 системно поработаем, вы выйдете с хорошими конспектами, с ментальными какими-то практиками, упражнениями и сможете что-то попробовать в своей жизни реально. Потому что, то, что мы сейчас с вами разговариваем, это прекрасно. То, что я вас каким-то образом мотивирую, это хорошо, но я хочу, чтобы вы из плоскости знаю, интересно перешли в делаю и так живу. Вот это моя задача. Просто поговорить это ни о чем. Как бы сильно я вас не согревала, как бы вы не хлопали в ладоши, вы должны перейти в формат практикующих, потому что практика меняет. Как бы мы не изучали физические упражнения, до тех пор, пока мы не начнем их тренировать, ваше тело не поменяется. С мозгами такая же история, такая же. Понимать и работать с этим, и менять, а мы изучаем практики, которые помогают изменить мышление системно. Системно это значит, что ты не понял, как, но это произошло, и ты стал думать по-другому. Ведь наша задача с вами достать старые привычки, человека формируют его привычки. Наша задача достать старые привычки, разобрать, почему они нам не подходят, и положить новые. Это как разбор гардероба. У вас полный гардероб, вы ни черта не носите, вам не нравится. Это не модно, это с катышками, вы этого уже давно не влазите, а это на вас висит. Но вам кажется, что у вас много вещей и все нормально. Так вот, надо с этим что-то сделать. Однажды нужно прийти и уделить этому время. У вас всегда нету время на себя. У вас есть время на детей, на сотрудников, еще на кого-то, на вашу маму обязательно, конечно. Это важно, но вы-то у себя самый важный человек, понимаете? Если вы в себе порядок не наведете, то со всеми остальными будет сложненько, но точно вам говорю. Поэтому я вас приглашаю всех на этот мастер-класс, потому что это будет в том числе классно. Итак, я буду заканчивать этот потрясающий эфир, потому что мне нужно ехать забирать своего ребенка очередной раз в тренировке. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вам всегда очень благодарна за то, что вы оставляете комментарии. Мало того, делайте это очень щедро. Поэтому я сейчас буду публиковать это видео. Я вас попрошу зайти и написать пару слов об этом эфире в качестве нашей с вами такой символической платы. Я надеюсь, что вам сегодня было интересно и познавательно. 1 марта я вас приглашаю на мастер-класс, кто еще не с нами. 1 апреля стартует мой марафон рерайтер жизни, где так или иначе мы с вами рано или поздно встретимся. Лучше рано. Обнимашки, поцелуи. Жду вас. Всем пока.